14 мая фестивалем духовых оркестров фанфары Древнего Азова завершился цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Коллективы со всей Ростовской области исполнили известные композиции под аплодисменты многочисленных зрителей. В Азове сегодня празднично и многолюдно. Причиной послужил фестиваль духовых оркестров фанфары Древнего Азова, на котором собрались коллективы со всей Ростовской области. В Азове сегодня празднил фестиваль духовых оркестров фанфары Древнего Азова. В Азове подготовили репертуар, которым смогли удивить зрителей. Судя по прошлому году было 7 коллективов, в этом году уже 9. Есть коллективы, которых мы еще не слышали и не видели. Это Зверево, Донецк, так сказать, северная часть нашей области. Мы хотим видеть еще большее количество участников и зрителей, положительные отзывы, во-первых, от зрителей. В фестивале приняли участие коллективы из крупных городов, таких как Ростов, Таганрог, Зерноград, так и небольших поселков. Мы впервые принимаем участие в этом фестивале. Дело в том, что мы были организованы в сентябре прошлого года. То есть буквально ребята занимаются несколько месяцев, уже два раза поучаствовали в конкурсах, дали несколько концертов. И вот сегодня у них первый такой фестиваль, крупный, яркий. И ребята очень довольны, очень рады присутствовать на таком празднике. Тем более столько музыкантов вокруг, столько коллег, профессионалов. Я думаю, всем понравится. Творческие коллективы поддерживают связь и делятся полезной информацией. Новость о существовании фестиваля довольно быстро распространилась среди музыкантов. Собраться на фестивале – одна из идей, которую у многих получилось реализовать в этом году. Духовики все общаются между собой, поэтому мы давно хотели приехать, не было такой возможности, не получалось. Потому что иногда были накладки. Этот фестиваль проводились перед 9 мая. Поэтому загрузка всех была своя, и мы были заняты. А наконец, хоть один раз делали его после 9 мая, после праздника, поэтому мы приехали. У нас в свободное время мы приехали поучаствовать, пообщаться с другими коллективами. Каждый коллектив тщательно подбирал репертуар. Это патриотические и классические композиции, а также современные песни. Концертная часть началась с массового исполнения песни «День Победы». В прошлом году мы предложили вашему вниманию мероприятие такого масштаба. И получили массовые положительные отклики от жителей города. Сегодня мы ставим задачу это мероприятие сделать общегородским традиционным праздником красивой музыки. В связи с этим я всех нас поздравляю с этим праздником, желаю хорошего воскресного вечернего отдыха, ну и, конечно, насладиться красивой музыкой. А насладиться было чем? Композиции звучали и в собственных обработках, и в классическом исполнении. С каждым годом участников становится все больше, а формат фестиваля все более масштабным. Ольга Усманова, Владимир Чекунов, Азов.Инфо.